Денежное дерево, как правильно его посадить, чтобы велись деньги? Некоторые растения считаются магнитом финансовой энергетики, притягивают в дом счастье, процветание и любовь. Таким согласно поверьям, является денежное дерево, красула. В данной статье будет рассказано, как правильно посадить денежное растение, чтобы велись деньги и в семью пришел достаток. Денежное дерево, как правильно его посадить, чтобы велись деньги? Достаточно большое количество людей выращивает разного рода растения. В домах многих из них уже находится толстянка или денежное дерево. Но оно не всегда способствует привлечению финансов в дом. Потому что, для реализации магического потенциала требуется соблюдать определенные рекомендации при посадке. Взрослое денежное дерево. Как правильно сажать денежное дерево для привлечения денег в горшок? Важно, в первую очередь, рекомендуется отщепнуть отростки любого взрослого растения в местах, связанных с финансами, магазине, банке или бухгалтерии. Можно использовать листочки, которые впоследствии стоит поставить в воду и дожидаться, когда они пустят корни. Не рекомендуется сажать готовое растение, уже пустившее корни. Размножение толстянки производится с помощью семян и черенков. Семена стоит высевать в неглубокие горшки, имеющие дренажные отверстия. Требуется создать тепличные условия, чтобы всходы взошли. Затем регулярно стоит проветривать и опрыскивать сеянцы, всходы должны появиться через 2-3 недели после посадки. Подобный метод выращивания денежного дерева достаточно сложный, поэтому рекомендуется выбирать следующий. Укоренение толстянки. Черенки можно укоренять в воде, но для ускорения процесса можно сразу сажать их в землю. Необходимо углубить отросток на 5 см в почву. Цветоводы считают, что если посадить красулу в марте или апреля, то велика вероятность, что впоследствии цветок зацветет. Высаживать цветок рекомендуется на растущую луну. Денежное дерево или красула по фэн-шуй. Деревцы достаточно неприхотливы в уходе, не требуют повышенного внимания к себе. Если человек решил посадить это растение в своем доме, его не стоит принимать в дар. Рекомендуется самостоятельно взять листочек в достаточно обеспеченном доме, а затем вырастить из него взрослое растение. Требуется также тщательно выбрать горшок, в котором будет расти дерево, он должен быть небольшим с дренажными отверстиями в дне, чтобы лишняя вода могла уходить. На дно рекомендуется поместить несколько монеток. Когда необходимо будет пересаживать растение, необходимо в более просторные горшки докладывать монеты. Важно! Стоит украшать деревцо символами богатства по фэн-шуй. Таковыми могут являться красные ленты, конверты и монеты. Рекомендуется приобрести фигурку хотия, поскольку он помогает привлекать в дом богатство. Многое зависит от места, в котором будет размещено растение. Поставить красулу по фэн-шуй рекомендуется в юго-восточной зоне дома, именно она отвечает за финансы. Зону с домашним цветком также рекомендуется правильно оформить, стоит убрать лишние предметы, поскольку они будут мешать циркуляции денежной энергии. Под горшок советуют поместить несколько купюр, рядом поставить копилку. Красула с красной лентой. Рекомендуется общаться с денежным деревом, поливать его денежной водой. Не стоит допускать появления пыли на листках, поскольку в этом случае потоки финансов блокируются. Если хорошо ухаживать за растением, оно отблагодарит хозяина, начнет привлекать денежные средства в дом. Как приготовить денежную воду для полива? Это несложно. В прозрачный кувшин положите чистые монетки, несколько штук. Залейте их обыкновенной водой. Поместите на подоконник в вечернее время. Старайтесь поставить кувшин так, чтобы его освещал лунный свет. На следующий день этой водой уже можно поливать красулу. Заговор при посадке растения. При посадке рекомендуется произносить определенные слова, которые помогут настроить землю, монеты и сам отросток на нужный лад. Предварительно требуется подготовить почву, поместить в горшок дренаж, бросить заговоренные монеты и произнести, как монеты под землей. Остаются силы моему деревцу дают, энергии и богатства его наделяют, так и в доме моем финансы не переведутся. Затем в горшок рекомендуется засыпать подготовленную землю. Посадка должна совершаться на растущую луну. При посадке самого отростка необходимо произнести еще один заговор, деревце силой наливается, корни в землю пускает. Как корни за монеты уцепятся, так и не будет у меня проблем с деньгами. Пошаговое соблюдение рекомендаций по посадке и уходу за растением помогает привлечь финансы в семью, дает возможность стать обеспеченным человеком. Если придерживаться советов, благосостояние владельца растения улучшится. Как ухаживать за деревом, чтобы в доме водились деньги? В первую очередь, требуется выбрать подходящий горшок. Рекомендуется выбирать зеленый или черный цвет с небольшим объемом, поскольку деревце достаточно молодое. В эзотерических магазинах можно приобрести красную салфетку с денежными символами. Ее требуется подложить под горшок, а под нее, несколько бумажных купюр. Дополнительная информация. В подоне растения желательно расположить несколько китайских монеток. А также положить те, которые используются в той местности, где обитает владелец деревца. На дно горшка также следует положить монеты, гербом вверх. В этом случае требуется выбирать четное количество мелочи, ее число может меняться в зависимости от размеров самого горшка. После посадки рекомендуется повязать на сам черенок красную ниточку с монеткой или без нее. Монетки на листьях красулы, но не только правильная обстановка во время проведения обряда поможет привлечь к дому богатство. Правильный уход также является залогом успеха. Красула является выходцем с африканского континента, поэтому любит большое количество солнца. Однако не стоит допускать попадания на листья прямых солнечных лучей, поскольку в этом случае можно повредить денежное дерево. Для рассеивания света можно использовать марлю, требуется повесить ее на окно в солнцепек. Дереву не требуется частый полив. Летом стоит увлажнять землю по мере необходимости. Зимой такая необходимость практически полностью пропадает, так как поливать растения требуется один раз в месяц или даже два. Толстянка – неприхотливое растение, поэтому можно использовать обычный грунт с огорода. Однако этого делать не рекомендуется, в такой земле могут жить паразиты и вредители. Лучше купить готовый грунт для кактусов или даже самостоятельно его приготовить. Для этого стоит взять торф, крупный песок, листовую и дерновую землю в пропорции 1-2-1-1-1. Цветущее денежное дерево – важно, необходимо, чтобы уход за деревом осуществлял один и тот же человек, поскольку оно привыкает к определенной энергетике. Недостаточно просто поставить горшок с растением на окно и забыть о нем, несмотря на неприхотливый уход, красула требует общения. Как пересадить денежное дерево в домашних условиях в другой горшок? Рано или поздно любые домашние растения нуждаются в пересадке. Для некоторых видов это мероприятие является достаточно трудной задачей. С денежным деревом дела обстоят сложнее, поскольку отношение к нему отличается от того, которое вызывают обычные цветы. С красулой связано материальное благосостояние семьи, поэтому как пересадить денежное дерево в другой горшок в домашних условиях, интересует многих. Денежное дерево. Толстянка не требует кропотливого ухода за собой, но пересадку требуется осуществлять по всем правилам. От этого зависит дальнейшее развитие растения, а также то будет ли оно все так же приносить материальный доход в семью, рекомендуется осуществлять пересадку в весеннее время. Таким же важным является вопрос выбора горшка для посадки, емкость не должна быть слишком большой. Нужно стараться выбирать более широкие и низкие горшки, поскольку корневая система растения поверхностная, и в таких условиях дереву будет удобнее. А вот в просторном горшке рост растения замедляется, выбирая горшок можно придерживаться такого правила, брать емкость диаметром равную размеру кроны. При пересаживании стоит выбирать глиняную или керамическую емкость красного цвета, чтобы корень не загнивал, требуется уделить внимание дренажу, который не позволит влаге скапливаться. Цветок из старого горшка требуется доставать вместе с комом земли. Пересаживать в новую емкость требуется вместе с ним же, не счищая почву с корней. Важно, несмотря на кажущуюся прочность стеблей и ствола, красула достаточно хрупкое растение, поэтому требуется бережно с ней обращаться, поскольку она может сломаться. Когда пересаживать денежное дерево, даже при полном соблюдении условий пересадки растения, денежное дерево может на время приостановиться в росте. К этому нужно быть готовым. Но если продолжать правильно ухаживать, вскоре оно вновь обретет силу. До достижения трехлетнего возраста комнатное деревце нуждается в ежегодной пересадке в новый горшок, поскольку это время активного развития и роста. Более взрослые экземпляры требуется пересаживать не чаще один раза в три года. Денежное дерево в доме достаточно популярное растение. Не стоит считать, что оно будет призывать в дом финансовую энергетику без всякого внимания к своей персоне. Требуется не только правильно посадить красулу, но и совершать определенный уход, заключающийся в общении с деревом, касаниях, протирании, листьев от пыли.